Добрый вечер! Добрый вечер! День учителя – это праздник учителей, которые воспитали нас, которые положили на нас свое сердце, свою судьбу отдали. Учителя – это наши наставники, которые нас ведут по правильному пути, наставляют на нужную дорогу. В честь этого праздника в Липецкой православной гимназии имени преподобного Амбросию Оптинского состоялся концерт. В нем приняли участие и ученики, и сами виновники торжества. Открыло концерт поздравление коллег с профессиональным праздником директора гимназии Марина Сергеевна Щурко, после чего со сцены прозвучали песни и стихи, наполненные любовью к тем, кто отдает себе воспитанию детей. Неожиданно для учеников педагоги начальных классов оказались прекрасными исполнителями песен. С днем, учителя, милые дамы! Господа, с днем, учителя, вас! С днем, учителя, милые дамы! Господа, с днем, учителя, вас! Учителя не только дают необходимые знания детям, но часто помогают добрым советам и являются примером нравственности. И ученики с радостью поздравляют тех, кто посвящает свое время и силы их воспитанию. Я хочу им пожелать, чтобы терпения, чтобы они нас терпели до конца года, здоровья и счастья. Чтобы их тепло и доброта, которую они нам дают, отдавалась им потом в ответ. Мы присоединяемся к этим поздравлениям и желаем ученикам почаще поддерживать своих педагогов. И не забывать, как тяжело бывает просто выслушать другого человека. 3 октября высокопресвящение Шеникон, архиепископ Липецкий и Елецкий совершил божественную литургию в сослужении благочинного 1-го Елецкого церковного округа протерея Василия Романа в Великокняжеском храме Ельца. Один из самых красивых храмов этого города был построен в начале 20 века. Он являлся символом богоизбранного царского рода, поэтому с началом правления советской власти его закрыли первым. Нина Ролдугина живет неподалеку от храма. Он восстанавливался на ее глазах и стал любимейшим храмом Ельчан. Видимо, настолько строители, архитекторы продумали все. Здесь слышно каждое слово. И служба, когда служат, все до единого слова. Служба входит в душу. С богослужением совершалась память мучеников князя Михаила и боярина Федора Черниговских. Эти русские первомученики исповедовали веру во Христа в языческой золотой орде. Им было предложено поклониться языческим богам татарским. Они от этого отказались и были замучены, и прошли мучения. И после этого им отрубили голову. Проявив крепость духа и крепость своей веры, русские больше не подвергались таким испытаниям. В своем пастырском слове владыка Никон отметил, что сейчас уже нет такого исповеднического подвига, который показали мученики князь Михаил и его боярин Федор Черниговский. И многие равнодушно смотрят на то, как другие насмехаются над верой. Господь сказал, дашь мне отвещение. Господь сам отомстит за тех богохольников, святотатников, которые хулят, оскорняют нашу веру православной, лишь бы нам только жить в вере православной и чистоте, не хулить своим поступками, своими делами христианскую веру. Известно, что от разрушения Ельца в 1395 году татаро-монголами город спасла Матерь Божия. Вера и упование на милость Господа помогли ельчанам, которые вместе со святыми мучениками черниговскими показали пример крепости духа и способности защищать свою веру. 1 сентября в российских общеобразовательных школах введен новый курс «Основы религиозной культуры и светской этики». В Липецкой области на 1 октября текущего года 49% учащихся четвертых классов изучают основу православной культуры. Правда, новый предмет выбрали далеко не все липецкие школы. Причин называют множество, но, на мой взгляд, этих причин в реальности не существует. Потому что вот вам пример. 20-я школа. 6 класс-комплектов, 180 учеников. Они поставлены в те же самые условия, что и остальные школы. Однако они изыскали возможности, если было желание, было понимание необходимости выбрать именно православие, православную культуру, которая действительно несет в себе воспитательный потенциал. В 20-й школе Липецкой ОПК преподают во всех четвертых классах. Галина Павловна Карпенко – учитель начальных классов с большим стажем. Чтобы преподавать новую дисциплину, она окончила специальные курсы. Признается, что к урокам ОПК готовиться труднее, чем к другим. Нужно еще прочувствовать его, прежде чем прийти к детям. Если к другим предметам готовишься быстро, потому что есть опыт, есть какие-то помощники методической литературы, то здесь, хотя есть много электронного предложения к нашему учебнику, я этим пользуюсь, но не прочувствовав этот урок, не провести. Сегодня четвероклассники в наглядной и занимательной форме узнали, что такое православие, какие бывают молитвы, а также как правильно славить Бога. Уроки по основам православной культуры очень нравятся всем ученикам. Мне понравилось то, что я начинаю больше узнавать о Боге, о православной вере. Я узнаю много того, что раньше и не знал. Благодаря этим урокам я становлюсь лучше, культурнее. Я узнала, какие бывают виды молитвы, послушала одну из них. Некоторые слова я в этой молитве знала. Будем надеяться, что эти уроки помогут учащимся стать добрее, воспитая в них уважение к основной русской традиции – православной культуре. Давней мечтой епархиальной телестудии «Свет мира» было создание детской телестудии, которая в недалеком будущем укрепит православную журналистику на Липецкой земле. 2 октября состоялось первое занятие сотрудников телестудии с учениками старших классов православной гимназии имени преподобного Амросио-Оптинского. Ребята уже пробовали себя в роли журналистов, ведущих и операторов. Я хочу стать ведущим, потому что чувствую, что это мое. Потому что всегда в школе обычно я был ведущим. И дальше, первые три года после школы, хочу тоже по этой стезе пойти. Ученик 10-го класса Андрей Золотарев был оператором фильма о своем классе, который учителя и гимназисты увидели на последнем звонке. В телестудии он хочет узнать основы операторского мастерства. Мне с детства нравится этот вид деятельности, мне нравится снимать и запечатлять многие моменты, чтобы впоследствии можно было их понаблюдать. Ну и вообще это очень интересное занятие. Да, для него нужно много учиться, нужно терпение, упорство, но я буду стараться, так как мне это очень нравится. Ребята познакомились со своими кураторами по телевизионным специализациям. Журналистика, операторское искусство, режиссура монтажа. Начало работе детской телестудии положено. Скоро мы надеемся увидеть первые плоды нашего совместного творчества. Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов – одно из старейших социальных учреждений Липецка. В нем сегодня проживают 255 человек. Каждому из них сотрудники и священнослужители нашей епархии стараются подарить заботу, тепло и любовь. О буднях и праздниках этого дома смотрите в рубрике «Благовестники». Есть в нашем городе, что на улице механизаторов особенное учреждение. Дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа. 255 человек преклонного возраста здесь встречают закат своей жизни. Причины, по которым попадают сюда люди, самые разные. Кто-то остался без жилья, от кого-то отказались близкие, а кто-то просто физически не может сам себя обслуживать. Учреждение предназначено для постоянного или временного пребывания людей, нуждающих в постоянной помощи. Сюда направляется мужчина из 60 лет, женщина из 55 лет, а инвалиды из 18 лет. Здравствуйте, что с вами случилось? Голова заболела, да? Ну давайте давление измерим вам, и все будет ясно и непонятно, от чего заболела у нас голова. Мария Алексеевна Зобнина живет в доме-интернате уже несколько лет. Родилась в Лебедянском районе в большой семье, а вот сюда попала, когда осталась круглой сиротой. В комнате над кроватью старушки домашний иконостас, и каждая икона ей дорога по-своему. Женщина рассказывает, как в детстве запрещали ходить в храм, но люди, вопреки всему, верили и посещали церковь. Ну, с детства, конечно, я была, с детства у нас порой была церковь, я с детства крест носила и до сих пор. Хоть не велели тогда учтки лет-то, за двор говно бегали, и Пасху святили, бегали, и так ходили. И в доме-интернате Мария Алексеевна не оставляет молитву, соблюдает православные посты, ходит в храм. Вот и сегодня молитва к Пресвятой Богородице как рукой сняла давление. Я осталась одна, и все померли у меня, нет никакого. Вот ходишь их и поминаешь. Забота о пожилых людях здесь определяется не только душевностью сотрудников, но и квалифицированной социальной, правовой, психологической и медицинской помощью. Уход за престарелыми требует от человека особых личностных и профессиональных качеств. Это прежде всего профессионализм, как от медработника. Ну и дальше человеческие качества. Доброта, милосердие, умение выслушать, умение понять наших проживающих, найти общий язык с ними. Проживающие здесь совсем не чувствуют себя одинокими. Заводят в себе друзей и даже создают семьи. Супруге Юшкову вместе уже 30 лет. Иван Иванович и Евдокия Яковлевна говорят, чтобы в семье не было ссоры и конфликтов, нужно стараться друг другу уступать. А вот повенчаться не хотите? Нет было такого желания повенчаться? Ой, это еще надо подумать. Я не против, как она у меня. Я на все согласен. Надо подумать. Примет ли нас Бог свинцом? Мы ведь грешники. Приметь. Не знаю. Весело и интересно проходит в Доме-интернате праздничное мероприятие. 1 октября, в Международный день пожилого человека, здесь состоялся большой концерт. С праздником своих подопечных поздравил директор Сергей Николаевич Овчинников, а также и рей Валерий Легостаев. Батюшки Преображенского храма со своими так необходимыми в старости советами здесь частые гости. Принято считать, что пожилые люди, они уже на окончании жизненного пути, и что у них только болезни, немощи различные, что у них настроение постоянно плохое, что они ворчат. Но на самом деле пожилой человек, мне кажется, это человек, который поистине счастливый человек, потому что в нем великая житейская мудрость. И никто этой мудрости в нем не отнимет. Со сцены концертного зала в этот день звучали частушки, романсы и лирические песни в исполнении сотрудников и проживающих дома интерната. Желтые листья, осеньи птицы, сердце устало, жить не любя. Если сумею, буду счастливым, буду счастливым. Я без тебя Хор ветеранов Липецкого дома интерната концерту готовится заранее. За кулисами ветераны с волнением репетируют свой номер. В коллективе поют, танцуют и играют на музыкальных инструментах пенсионеры от 57 до 82 лет. Самобытный народный ансамбль принимает участие в различных музыкальных фестивалях. ПЕСНЯ За праздниками в доме-интернате не забывают и о молитве. В скором времени в специально оборудованном помещении появится своя молельная комната. Планируется, что она будет освящена в честь святого великомученика и целителя Пантелеймона. Как считает отец Валерия, она необходима не только лежачим, но и другим жильцам и сотрудникам. Здесь они смогут с Богом разделить свою боль и тревогу. В обыкновенной жизни и в обыкновенных условиях человек может прийти в храм, свечки поставить, помолиться. А в данном учреждении, где люди пожилые, пребывают, тоже различные условия в комнатах, допустим. Потому что бывает так, что один человек занимается одним делом, другого человека, как это возникла, необходимость помолиться Богу. То есть кто-то смотрит телевизор, а кто-то стремится, допустим, принести молитву ко Господу. И поэтому он всегда сможет сюда прийти и всегда здесь сможет перед иконами святыми предстать и помолиться, и как бы поговорить с Господом. Волею Божией под одной крышей в доме-интернате оказались самые разные люди. Раньше у них были свои семьи, а теперь общий дом, забота и дела, с которыми они справляются сообща. Здесь нет времени для уныния и печали. Заботой, вниманием и любовью стараются окружить пожилых людей, ставшие им близкими работники этого дома. В нашей постоянной рубрике «Тебе поем» смотрите литературный клип «Осенний путь» на стихи известной русской поэтессы XX века Марины Ивановны Цветаевой. Читает монахиня Агафона в кадре Анастасии Хохлова. Осень. Деревья в аллее, как воины. Каждое дерево пахнет по-своему. Войско Господне. Так руки заложив в карманы, стою, синеет водный путь. Опять любить кого-нибудь, ты уезжаешь утром рано. Мой друг, незнанием томим, ты вдаль шагов не устреми, там правды нет. Будь вечно с ним и с нежными детьми. И если сны тебе велят идти к безвестной красоте, Ты вспомни безответный взгляд ребенка на кресте. Опять сияющим крестам поют хвалу колокола. Я вся дрожу, я поняла. Они поют и здесь, и там. В тихую пристань, где зыблются лодки и отдыхают от бурь корабли, Ты всемогущий и мудрый и кроткий. Мне, утомленной в маленькой лодке, мирно приплыть повели. В тихую пристань, где зыблются лодки и отдыхают, грустят корабли. Самовар, отшумевший, заглох, погружается дом в полутьму. Мне счастья не надо ему, отдай мое счастье, Бог. Я счастлива жить образцово и просто, как солнце, как маятник, как календарь. Быть светской пустынницей стройного роста, премудрой, как всякая божия тварь. Особого рода оттяжка с ключом в руках, презрение к чувствам. Над миром мужей и жен та оптима пустын, отдавшая даже звон. Преподавателю Липецкого духовного училища, святому Амвросию Оптинскому, принадлежат следующие слова. Благое говорить – серебро рассыпать, а благоразумное молчание – золото. Пусть это станет хорошим наставлением для всех учителей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова